В одном доме с Вячеславом Шишковым на Тверской улице жил и еще один уроженец Тверского края, главный маршал бронетанковых сил, герой Советского Союза, прославленный военачальник Павел Алексеевич Ротмистров. Надо сказать, что Ротмистров всегда несколько выделялся среди высшего командного состава нашей армии. Гражданского вида, в очках, он больше напоминал ученого или преподавателя, выходца из академических кругов. И те, кто знакомился с ним поближе, с удивлением узнавали, что родом он из небольшой деревушки Сковорова, которая находилась невдалеке от поселка Сележарова, и что отец его был кузнецом. Учился Ротмистров в Сележаровской школе. Когда началась гражданская война, он добровольцем вступил в Красную армию. С тех пор с ней была связана вся его жизнь. Великую Отечественную войну Ротмистров начал командиром танковой бригады. Под Курском он уже командовал армией. И вот самое первое серьезное испытание ему пришлось выдержать на родной Тверской земле. Октябрь 1941 года. Фашисты захватили Калинин. Одни из их частей продолжают рваться к Москве. Другие получают приказ выйти в тыл войскам, которые защищают Ленинград. Если бы им удалось это сделать, город на Неве оказался в тяжелейшем положении. Навстречу врагу выступила танковая бригада Ротмистрова. Она форсированным темпом прошла около 200 километров и сходу вступила в бой. Танкисты Ротмистрова в окрестностях Калинина остановили врага и сорвали его планы. И вскоре член Реввоенсовета Западного фронта Леонов вручил Ротмистрову знамя гвардейской части. Впереди были бои под Прохоровкой и форсирование Днепра. Взлеты и падения. Годы, проведенные здесь на Тверской земле и поездки к землякам в селе Жарова. Сегодня имя почетного гражданина города Павла Алексеевича Ротмистрова носит одна из улиц Твери. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова